Решение правительства приостановить взыскание неустойки за несвоевременную оплату коммунальных платежей касается всех россиян. И тех, кто из-за пандемии лишился дохода, и тех, кто продолжает работать. То есть последние также могут не оплачивать счета за ЖКХ до 1 января 2021 года. Многие воспользовались этой ситуацией. Взимаемость платежей резко упала по всей стране. Это больно ударяет по управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям. Как для управляющих организаций, так и для товариществ, собственников жилья. Эти платежи являются единственным источником оплаты услуг за содержание наших домов. Это заработная плата уборщиков внутри подъездов, лестничных клеток, дворников, сантехников, электриков. Расходы коммунальщиков сейчас и так увеличились из-за необходимости дезинфекции подъездов. Если эпидемия неплатежей распространится, то у компании не будет денег на текущий ремонт и подготовку сетей к зиме. Неустраненные вовремя неполадки повлекут за собой более серьезные проблемы, которые потребуют больших вложений. Есть и еще один нюанс для неплательщиков. Воспользовавшись правом не платить до 1 января 2021 года, я боюсь, что кто-то из людей, имеющих стабильный доход, воспользуется этим. Накопит долги, а потом уже в январе пойдут большие пени. Вот до этого доводить прежде всего не надо. Прежде всего в наших с вами интересах. Не обязательно идти на почту или в банк. Существует вариант оплаты через интернет. Можно попросить помочь со счетами родных или соседей. Со своей стороны депутаты городской думы прорабатывают механизм поддержки управляющих компаний. На ближайшем заседании, которое впервые пройдет дистанционно, народные избранники рассмотрят возможность компенсации части их расходов на дезинфекцию.